доброго здоровья уважаемые посетители канала я решил приготовить себе зал кстати так как организм система самоочищающаяся если создать необходимые условия то она сама себе очистить то есть если мы с вами хотя бы в течение недельки не будем давать в организм слизообразующей пищи это там грубо говоря крахмалиста каша картофель это там мясные продукты ну мясные не так смешанные продукты хлеб вот это все это все это вместе а больше на овощи сейчас можно там свежие салатики делать можно тушеные то организм потихонечку очиститься сам важно это понимать что организм система самовосстанавливающаяся самоочищающаяся но для того чтобы это произошло необходимо создать условия ну и вот я вам показываю салатик который сейчас буду делать насчет образования я уже много нас насчет этого говорил там какого-то образование тара тата 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 я уже все подробно рассказал но хочу кое-что дополнить а именно этот вопрос мне был задан на мой видосик геморрой я его вылечу так вот неважно какой у меня образование какое образование главное есть проблемы и я от нее избавился попробуйте это сделать самостоятельно естественно в каждом конкретном случае проблема своя собственная индивидуальная и ее надо решить кому-то что-то помогло одно кому-то помогло что-то другое может ли вам это помочь но если вы понимаете как это работает что произошло почему сам воду все это грубо говоря там не вороть то устранить причину вы можете решить проблему вот это самое важное и выживание у меня самое лучшее это называется самообразование и есть проблема значит я сажусь за книжки захожу в интернет смотрю то все пятое десятое что чё как образовываю себя и решаю проблему вот так и надо поступать а не ту а какое образование но и хрен с тобой с образованием ты ходишь с геморроем юмой из образование но продолжим и так что мы будем делать у нас листовой салатик вот листовой салатик и морковочка сейчас почистим листовой салатик нам даст клетчатку такую хорошую мягоньку плюс тут хлорофил плюс тут соответствующие биологически активные вещества цветочные собственные витамин c это получит перчик отличная вещь содержит одно без полезных веществ для гибкости кисента у нас так на на руке я как я как к 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 40 помнюсь что на какую-то букву и морковочка для того чтобы наши оболочки все слизистые были в порядке мы все это дело сейчас почистим на 3 и сделаем отличный салатик и так действием продолжается ну вот щеточкой я почистил морковку беру свой любимый ножик японский так это заготовочка одна есть у нас перчик помоем вспомнил на же есть еще вот такой салатик самая разнообразная зелень самое самое отлично и вот у нас как мы ее лучше разрежем давайте попробуем чтобы у нас дозировка была нормальная то есть чтоб мы с вами слишком много зелени не нарезали потом не знали куда ее девать что этот ножик возьмем вот этот ну-ка измельчаем чтобы у рот пролезла дальше вход пойдут зубы так далее что использовать в качестве заправки можно использовать растительное масло можно использовать майонез собственного приготовления желток столовая ложка масла растительного все это хорошенечко размешиваете поливаете там подсаливаете по вкусу и вперед все это мы перемешиваем теперь можете использовать покупной майонез какой вам понравится я думаю повред будет не столько велик если вы с майонезом съедите салат другое дело если вы с майонезом съедите бумку вот это совсем другое дело ну и поехали время вот мой завтра вот что значит свежие овощи сразу же слюна забрызгала аппетит организм любит салат называется мужланский видите тут все сделано на скорую руку и топором шефер нажуем Даем достаточную нагружку вообще на зубы, на тесны, на мышцы. Хороший подбородок, отчерченный, мужественный, в меру красивый, от долгого жевания и обилия клетчатки. Главное, чтобы все вам было вкусно, делайте так, и вот для этого как раз мы используем с вами майонез. Не можете сами сделать, значит берите покупной, главное, что у вас в столах. Долго жуем, запускается перистальтика. Лучше желчное деление. В этот салат можно добавлять орешки. Например, вот кедровые орешки. Они еще повысят питательную ценность нашего салата. Что я чувствую? Организм сголодался за свежей пищей. Он буквально таким нутром просит ее и получает ее доволен, как старый слон. То есть, по ощущению принимаемой пищи, нужно судить, подходит это для организма или нет. Если организм доволен и просит, знаете, аж какая-то дрожь внутренняя имеется. Вот если мы обычную пищу, стоит топосин, бокал с пивом, вот такая вот кофе в ведро. И мы этот пряник не жуем, а в рот положили, запиваем и запиваем. Естественно, у нас в организме присутствует куча слизи. Слизь выделяется через носоглубку и простуда тут как тут. А почему? Да потому что все так едят. Да поэтому все болеют. Оленя ему в салатик. И как-то соплями перестал тороптеть. И помните, никуда не спешите во время приема пищи. Святое время, во время которого вы строите свой организм и свое здоровье. И если вы относитесь к этому делу основательно, то уделяйте приему пищи большое и тщательное внимание. Какой кусок морковки. Пожуем его, дадим нагрузку на зубы. На зубы перемалывает все. Сок брыжет. Отлично. Я открыл рубрику «Церебрная кулинария» для того, чтобы вроде бы листья салата, морковка, руккола и прочая зелень. Но не вкуснее. Сделаю такие приправы, чтобы то, что полезно, было вкусно. Сделаю я много. Ничего страшного. Съешьте столько. Сколько считаете нужно. Ориентируясь по организму. Нормально? Нормально. Далее. Вы научитесь готовить столько, чтобы вам как раз хватало на одну порцию, чтобы ничего не оставалось. Будет полный порядок. Салат. Этот салат, проходя по желудочно-кишечному тракту, как метелка начинает очищать его там с закоулочки. Начинает с желудка. Далее. Тонким кишечником. И, наконец-таки, дает клетчатку необходимую. И для толстого кишечника. Плюс создается масса, которая, объем вернее, вызывает, вызывает чувство насыщения. Организм начинает очищаться. Нету слизи. Нету слизи. Которые у нас все задают от первых блюд, от вторых блюд. От неправильного запивания пищи едой. Вот это порученное питание приводит к тому, что поголовно все болеют. все. Сделать вкуснее. Но даже сделать не вкуснее, а полезнее. И плюс вкуснее. Очень удачное сочетание. Монкови. Дает вещество, которое слизистую оболочку у нас укрепляет. В целом, укрепляется аминитет. Зеленый салат. Витамин С. Е там. К. Полезный для сосудов. Для общей энергетики анагризма. Имеются витамины группы В. Кричатка. Микроэлементы. Кстати, такой салат. Гонит лишнюю воду. И способствует нормальному стулу. И вот я и ем. Я жую. При этом. У меня не возникает в животе вот сейчас. Чувство тяжести. Чувство тяжести, когда вареная еда. Говорит о том, что это вообще нагрузка на желудок. Вот этот комок в желудке. Тяжелый. Мешает нормальному дыханию. Мешает нормальному кровообращению. Это способствует опусканию органов. Это чувство, знаете, ссытости такой. Неестественная тяжесть в желудке. Ну и что. Мой завтрак закончен. Я наелся. Часенька через два будет обед. Естественно, я готовлю очень редко. Потому что в основном всем этим занимается жена. Не будем ничего плохого говорить на жену. Как мы учили, так она готовит. Готовит вкусно. Чем чаще будем готовить. Процесс будет отлажен. Дозировка. Ножи. Инструменты. Доски. Все это будет быстро работать. И не составлять нам никаких затруднений. Ну что. На этом заканчиваем. Через 19 часов. Поздноватый вообще. Завтрак. Кстати, и зуб очищается. Вот так. Отлично. Ну и я доволен. Продолжение следует...